Друзья, всем привет! Сегодня хорошая новость. Канарейки сидят на яйцах и уже прошли дни, которые позволяют нам сделать авоскопирование или просветить яйца. И мы посмотрим, есть ли там птенчики или нет этих птенчиков. Стоит ли, допустим, канарейки дальше сидеть на яйцах или же сейчас просветим. Если яйца пустые, то мы просто уберем эти яйца, чтобы она не тратила свои силы и пошла на следующую кладку. Итак, идемте, я покажу вам, как делать авоскопирование и вообще, как будет лучше, как будет проще. Итак, друзья, смотрите, вот такая вот обстановка. Самец, это самый хороший у меня самец. Он ухаживает хорошо, кормит, самочку ходит. Значит, смотрите, вот самец, рядышком самочка в гнезде сидит. Сейчас, вот, обратили внимание, вот там самочка сидит. Она уже просветила 7 дней. И нам надо понять, стоит ли ей продолжать сидеть. Или, ну, в общем, нам надо знать, живые яйца или нет. Что нам для этого надо. Мы ее аккуратненько сгоняем с гнезда. Затем, как мы ее согнали с гнезда, мы берем, достаем, достаем оттуда гнездо. Кладем вот, допустим, импровизированный у меня стол. Вот это будут яйца. Я вам сейчас все покажу на камушках, потому что, ну, это надо делать аккуратно. И вот это все, я боюсь лишний раз повредить яички. Берем телефон. У всех у нас есть телефоны. Можно фонарик от зажигалки. Вот вы включаете. Сейчас. Вот, вы включили фонарик. Видите? Берете яичко. Вот это у меня, кстати, я подлаживал этот камушек за место яиц. Вот берем яичко. И тупым концом мы прикладываем на фонарик. Вот прям вот вплотную вы приложили, и весь этот спектр света у вас светит в яйцо туда. И там будет видно. Там появится, значит, если будет прозрачное светлое яйцо и желтый желток на 7 дней, значит, яйца пустые. Для подстраховки можете еще 2 дня полежать, а потом уже снова просветить. И если они такие же желтые и пустые, то выкинуть. Пускай заново сидит снова. Если там появятся сосуды, такие капилляры красные, ну, кровавые, вы увидите, что там сосудики красные, значит, яичко оплодотворенное. Вот. Это делать можно, ну, допустим, сколько литературы я знакомился. В одной книге написано 5 дней, в другой 6, в следующей 7 дней. Примерно так. А вот здесь у меня ситуация, я сейчас вам покажу. Вот тут у меня гибрид сидит. То есть, с под щегла канарейка сидит, гибридизация идет. Вот, видите, она там сидит, оранжевая. И вот здесь получается такая ситуация. Первого, ну, я сейчас в числах буду условно говорить. Первого числа она села на кладку. Я у нее яйца забирал. Она, допустим, несла. Я убирал, забирал, забирал. Камушки подкладывал. Она на камушках сидела. И вот у меня собралось 4 яичка. И я 1 мая, 1, допустим, числа, подваживаю ей все эти 4 яички. 4 яичка одновременно. То есть, она садится. И уже, вот она получается, это было вечером 31-го. Она, получается, первые сутки. В общем, она просидела 3 полных суток, получается. Да, 3 суток она просидела. И я просвечиваю яйца. И там уже появились капилляры. То есть, я их увидел. В 3 яичках были капилляры. А в 4-м прям был небольшой уже узел сформированный плодика и капилляры. То есть, быстрее развелось. Как это объяснить, такое скороспостижное созревание? Не знаю. Может, потому что с гибридом там быстрее все это проходит? Ну, бог его знает. В общем, вот такой факт есть. То есть, на третий день я уже увидел там капилляры. В общем, друзья, повторяем. Как говорится, повторение мать учения. Вы берете, любое яичко берете аккуратно. Прикладываете к фонарику. Также, если у вас есть зажигалка, сзади есть такие зажигалки с фонариком. То же самое. Вот таким же образом приложили тупым концом. Только делайте все аккуратно, чтобы у вас яйцо это не лопнуло. Они очень тоненькие. Поэтому вот я лишний раз стараюсь их не трогать. Вот вам на камушках наглядно все показал. За окном у нас уже полноценная весна. Хотя май очень холодный. Кормушка, видите, это с зимы осталось. Птицы сейчас уже не прилетают, потому что у них уже другие интересы. Гамаки. Вот видите, два гамака. Нету времени полежать в гамаке. Но ничего, скоро сейчас все дела сделаем. Здесь вот окошко открывается. Можно так открыть. Заходит, во-первых, свежий воздух. Но тут свежего воздуха и так нормально. Тут вентиляция хорошая. Заходит рассеянная солнечная радиация. Так называемая ультрафиолет. То, что самое птицам необходимо. Потому что через обычное стекло недостаточно ультрафиолета птицам. И, допустим, птицу выставлять на прямые солнечные лучи тоже нежелательно. Потому что, обратите внимание, мы видим, что птица в принципе на солнце особо так не ходит. Еще рано утром она там летает, где-то там на проводах сидит. Когда это солнце неактивно. А вот когда уже солнце активно, птица в теньке. То есть, достаточно открыть окошко и заходит рассеянная солнечная радиация. То, что нужно птицам для их здоровья. Так, температура. Вот, друзья, видите, у меня тут в помещении температура. Вот сегодня утро, 8 утра. Плюс 15. Ну, в принципе, я думаю, нормально. Птички сидят, яички выводятся, кушают травку. Вчера перед сном давал траву. Когда они ее съели? Ночью, что ли? Видите, нет ничего. Значит, продолжение следует. Скоро выйдет у меня рубрика «Ответы на вопросы». Будем разбирать актуальные вопросы. Такие там, ну, в общем, всякие вопросы, с которыми встречаются, с которыми сталкиваются начинающие, да и опытные. Не знают порой, как поступить. В общем, всем привет, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, продолжение следует. До скорой встречи.